Приветствую, зрители канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и пришло время пролить немного воды на последнее событие в игре Mortal Kombat 11. Вроде бы все шло спокойно, каждый месяц мы играем в новую бомбящую лигу, уже третий сезон закончился, каждую неделю сейчас проводят ивенты в крипту, то есть мы заходим в крипту, ищем сферу хроники и открываем какие-то там предметы для разных персонажей, редкие предметы, типа вот на этой неделе был Саб-Зиро, да это там Джакс был, Нуб Сайбот был, Скорпион был, по-моему, вот, то есть что-то интересненькое происходит, ну так все спокойненько, скажем так, без особых громких анонсов, да, потому что, ну, мы знаем теперь расписание выхода персонажей, ждем спокойненько Терминатора, который у нас выходит уже в октябре же, да, Арни-то у нас выходит, 8 октября выходит Арни, значит, да, а потом еще долго-долго ждать остальных персонажей, но смысл в том, что, что мы ждали, 8 октября Арни, где-то в начале октября, 1-2 октября, скорее всего, трейлер геймплейный его выйдет, вот, там, возможно, уже начнут какие-то видосы выходить, типа кастомизация его и прочее, Игра Мир будет еще как раз в промежутке, возможно, я точно не знаю, но есть вероятно, что мог туда и демку привезти уже с Арнольдом, вот, но, в общем, это не столь важно, это не ради этого мы сегодня собрались побеседовать, потому что какое-то время назад, не помню уже, когда это было, месяц, может быть, может быть, ну, наверное, примерно месяц назад, Эд Бун заикнулся о том, что, помните, мы вам говорили, что хотим добавить третий, этот, игровой стиль в игру, то есть сейчас в игре, если играть по рейтингу в онлайне, существует два стиля у каждого бойца, один стиль, как правило, такой тачерский, второй, как правило, не очень, ну, бывает персонажи, у которых оба стиля интересны, но их не так много, так вот, недавно был твит у Эд Буна, что мы еще работаем и в следующем патче добавят третий стиль, что должно, в принципе, разнообразить геймплей, это, конечно, может добавить еще и дисбаланса в вот эти все рейтинговые поединки, да, но, с другой стороны, фиг с ним, главное, чтобы было интересней, интересней играть, и есть персонажи, у которых есть интересные, там, стили, интересные приемы, которые не задействованы в рейтинге, и это, как бы, немножко печально, да, было, но теперь, я думаю, будет весело. Так вот, к этой новости мы ждали, мы ждем, что этот патч выйдет, скорее всего, на накануне Арнольда, да, то есть обычно, как происходит, за неделю до выхода персонажа, да, вот, DLC, выходит патч большой, который включает уже в себя код этого персонажа, хотя заиграть за него еще нельзя, но патч выходит, он его уже добавляет в игру, и всякие изменения, типа, там, баланс, эти самые заплатки разные, там, короче, вот, и вот, возможно, вместе с Арнольдом выйдет вот этот вот, ну, мы так думали, что выйдет патч, добавляющий еще и третий стиль, но сегодня произошел интересный твит у Эда Буна, точнее, не у Эда Буна, а, ну, на канале, на твит-канале Mortal Kombat 1, сайт Бун Ретвит, он это делал, и все тоже, вот, давайте посмотрим, значит, KombatCast неожиданно, значит, сегодня мы поговорим о третьей вариации и новом игровом режиме, вот, ребят, то есть это уже сегодня состоится вечером 25 сентября, будет KombatCast, я сейчас не могу точно сказать, это будет 10 или 11 вечера по Москве, но в любом случае на нашем канале, на нашем лайв-канале, если вы не подписаны, то подписывайтесь, потому что там каждый день проходит стрим, практически каждый день, чаще всего Mortal Kombat 11, вот, на нашем лайв-канале мы заранее устроим стрим, и когда KombatCast начнется, мы вместе с вами его посмотрим, это за долгое время действительно интересное, я думаю, событие, потому что прошлый KombatCast был вообще ни о чем, там они просто играли в боевую лигу в третью, то есть вообще никаких новостей не было, да, а тут, смотрите, сразу же нам расскажут про третью вариацию и какой-то новый игровой режим, между прочим, разработчики еще до выхода игры рассказывали, что они постепенно, через какое-то время будут добавлять новые режимы, что вы там, мол, офигеете от этого всего, да, первое, что они добавили, это вот боевая лига, да, появилась, но это уже несколько месяцев назад, а тут что-то совершенно новое, и я даже, ну, теряюсь в догадках, что это может быть, мне кажется, что в первую очередь это может быть какой-то режим для мультиплеера, там, не знаю, может какой-нибудь режим турниров в онлайн добавить, режим командных битв, как это было в Mortal Kombat X, помните, там был режим, когда мы командами могли драться, там, 3 на 3 или там 5 на 5, такой вот режимчик был, он был не слишком популярен, но он был, в принципе, по-своему интересен, или, я не знаю, я бы хотел режим, конечно, гильдии, как из Injustice 2, чтобы вернулся, чтобы можно было всех своих друзей в гильдию собрать и вместе над чем-то там работать, скажем так, вот, ну, также не исключаю варианта, что может быть что-то оффлайновое, там, типа, вот, всяких там ваших испытаний очередных, там, типа, Test You Might и прочее, но мне все-таки кажется, что они должны делать больше упор на какие-то онлайн-составляющие теперь. Ну, в общем, поживем-увидим, ребят, ваши предположения, что они добавят, пишите в комментариях, будем ждать этого Kombat Cast'а. И, кстати, вполне вероятно, что они не только расскажут об этом патче, да, но он может и выйти в этот день, потому что я помню такие случаи, когда были, они рассказывали о каких-то вот патчах, там, баланс патчах и прочее, каких-то изменений их в игре, и вот во время на Kombat Cast'а говорили, что сейчас это уже все доступно. То есть, может быть такое, что прямо во время Kombat Cast'а патч этот выпустят или что-то, изменения. Ну, то есть, два варианта, да, либо они во время Kombat Cast'а делают, да, чтобы перед следующей боевой лигой, перед четвертой, либо это уже будет патч, который перед Арнольдом, ну, вместе с Арнольдом, тогда это будет, наверное, все-таки первые числа октября. В любом случае, будет интересно, мы хотя бы узнаем что-то новое. То есть, новый режим, это всегда круто. Вот, сложно, сложно представить, что они туда намутят. Хотел бы, что действительно супер, что-то новенькое. Ну, в общем, ребят, поживем, увидим. Давайте, переходите на стрим. Вместе с вами обсудим все это дело. Ну, и как вам вообще, ребят? Мартуха, играете ли в МК-11? Играете ли в боевую лигу? Выбили ли шмотки? Я вот, я не дошел до полубога. Там чуть-чуть не хватило. Ну, это надо каждый день в лигу играть, конечно. А так, остальные шмотки до полубога, то, что там открыл. Там, Джейд, Кунлао, Китана открыл, короче, эти костюмы ревенантов. Следующая боевая лига нам тоже уже через неделю стартует. Там что-то будет, я уж точно не помню, то ли лига Хаоса, то ли лига Куанчи, короче, что-то из этого. Ну, там даже более-менее интересные какие-то скины. Вот, так же, ребят, пишите в комментариях, как вы играете в лигу, не играете. Вот, что вообще сейчас нравится вам Mortal Kombat. Надоел, может, вам кому-то, может, не надоел. Вот, но в любом случае, приходите на стрим, на наш лайв-канал. Ссылочку, надеюсь, вы там найдете где-нибудь в описании. Куда-нибудь я ее засуну. Вы же это находчивые найдете эту ссылку. Вот, что еще хотел сказать напоследок. На этом, в принципе, все, что хотел вам рассказать, рассказал. Видео будет на этом заканчиваться. Сейчас на экране появится пару видосиков по МК-11. Один из них вот недавно вышел. Мы с Джонни Инвдарк вместе играли в кооперативном режиме. Вместе били босса Шао Кана. Это вышло довольно прикольно. Многим понравилось. Но если вы еще не посмотрели, то посмотрите и оцените такой режим. Кто знает, вдруг они что-то еще добавят такое вот именно кооперативное. Это было бы довольно прикольно. Там какие-то вот, может быть, совместные прохождения башен, например, а не только боссов или что-то еще. Кто знает, ребят. Вот. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был Анидзука. Ставьте большие пальцы вверх, если вам нравится все еще моя болтовня, вот эта водяная про Mortal Kombat. Пишите ваше мнение в комментариях. На этом у меня все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok